Спасибо. И вспомнили о том, что наша целевая аудитория делится на 3 кандидата. Сегодня мы продолжим разговаривать. Вот такие аудитории. И первое, что мы сегодня рассмотрим, это давайте рассмотрим в том вопросе, что же на самом деле мы продаем в нашем инфекте, если мы хотим привлечь в себе наших целевых кандидатов в инфекте. Потому как, поняв, что конкретно мы продаем, мы добьемся большего успеха в целевом маркетинге и, естественно, в своем бизнесе. В современном целевом маркетинге, как мы уже говорили, и не раз еще будем дальше разговаривать и говорить об этом, бесполезно продавать инфекция своим компаниям, потому что у них уже есть своя компания. Если вы продаете им свою компанию, то вы лично увеличиваете то количество проблем, которые у них сейчас есть. И удивитесь ли вам, что некоторые люди все еще продолжают верить в сход, что продукт их компания самый универсальный, самый универсальный. Ну и что же, если вы хотите сами себя обманывать, пожалуйста, продолжайте в том же самом деле, только внещите потом причины неудачи там, где есть компрессные детки и люди не нужны. Ну, посмотрите, вот пройдите по магазинам, посмотрите на полки магазинов. В магазинах уставлены все полки забиты различными косметрическими продукциями, цены от самых массовых до облачных, веетных таких. Можете ли вы назвать все MLM-компании, которые предлагают такие. Я уверена, что из года этого тела. А продукты здоровые. Зайдите в аптеку и посмотрите. Недостатков ваток различных. Нет. А заодно убедитесь в том, что нет недостатков в парфюме и прочих продуктов. Услышьте коллег из другой MLM-компании. Они тоже получили прекрасные результаты на своем продукте, так же, как и вы. Уникального продукта на рынке больше нет. Перестаньте себя успокаивать тем, что ваш продукт самый уникальный. Рынок и сухонный компания. Покупатели поделены между существующими компаниями. Ну, естественно, исходя из этого, продавать становится все труднее, и конкурентов становится все больше. Предложение уже давным-давно превысило сход. Не обольщайтесь, что ваша супер-сыворотомолка и продать себя сама. Вам придется действовать на плотно заполненном рынке. На перенасыщенных товарном рынке продать продукт очень важно. Люди ищут информацию о том, как это сделать, как продавать, как продвинуть свой продукт, как продвинуть компанию, как продвинуть свой бизнес. Люди покупают различные тренинги, курсы, системы. Вы видите, ценность материальных продуктов у них забили, неуклонно падали. А вот ценность информации неуклонно растет. Такова реальность рынка. Я говорю это не для того, чтобы просто о чем-то говорить. Я говорю это для того, чтобы вы понимали, что происходит в настоящее время на рынке. Такая ситуация характерна не только для сетевых компаний. Тенденции рынка единой для всех участников рынка. Если вы будете продолжать снижение на продвижении своего продукта и компании, то вы всегда будете похожи на несчастную белку в колесе. Наверное, я достаточно грустно, но все-таки выход из этого положения не видит. Помните наш разговор на прошлом занятии о главном секрете? Так вот, дайте своей целевой аудитории то, что она сама хочет быть. В этом и заключается разница между успешным людьми изменом и белкой политикой. Я пытаюсь в любом случае своей целевой аудитории дать то, что она хочет быть. Для того, чтобы это лучше понять, давайте обратимся к системе ресторанов Макдональдс. Давайте подумаем, за счет чего система ресторанов Макдональдс стала самой большой чайсинговой системой в мире? Разве за счет того, что у нее есть классные гамбурги? Я уверена, что гамбурги в сне могут быть сотни ресторанов. У Макдональдс обычная гамбурги, обычный картофель и обычный картофель. Вероятно, что-то другое послужило успехом в компании Макдональдс. Это то, что... А что же конкретно это было? Это то, что... Вы помните, в первое время, какие то углы у нас стояли в ресторанах Макдональдс? Народ чуть ли не сутками стоял в ресторанах. Так что же все-таки явилось успехом в ресторанах Макдональдс? А успехом и явилось то, что основатель компании Рейд Крофт пошел по пути не продажи гамбургеров, а он начал продавать нечто другое. Что-то здесь. Он начал продавать систему по зарабатыванию денег тем людям, которые хотели ее купить. А кто хотел купить систему по зарабатыванию денег? Это владельцы, то есть те люди, которые хотели с помощью продажи гамбургеров зарабатывать деньги. Вот он и сосредоточил свое внимание именно на этих людях. Стал путь систему по зарабатыванию денег. А уже система продавала гамбурги с конечными подписчиками. Рейд Крофт, я бы назвала его, гением, который воздал сеть прочайцев гермаркетов. Сетевой маркет не раз сравнивали с прочайцем агональдсом. И вот почему. Наша работа как сетевиков ничем не отличается от этого. Мы продаем нашу систему построения. И, друзья, всем, все вместе продвигаем продукты до конечного потребителя. И вот, что самое интересное. Вы сами, кстати, любите гамбургеров. Я отношусь достаточно нейтрально. И более половины моих знакомых говорят, что им совершенно не нравится гамбургеров. И абсолютный факт в том, что несмотря на то, что Макдональдс это самая большая сеть ресторанов быстрого питания в истории человечества. Ну и как такое могло получиться? Что продавая продукты не самого высокого качества, сеть стала самой крупной в мире. Ведь, если так посмотреть, все идет в разрез бизнеса. Все, что мы знаем и думаем о нашем бизнесе. Так вот, как раз в этом и проявила гениальность Рейхлера. Он с самого начала знал, что его продукция не будет являться первопричиной успеха для тех, кто выкупает права на открытие ресторана Амазоны. Это же относится и к вашему продукту. Ваш продукт не является причем к успеху вашей MLM-компании. Имейте хороший продукт, важно. Но секрет здесь совершенно в другом. Секрет успеха Макдональдса и для владельца сети ресторанов Макдональдс и для клиентов в системе туфлифирования. Рейх знал, что его еда не может конкурировать качеством еды, которую предлагали другие сети и ресторанов. Он также знал, что те, кто покупает ее в систему бизнеса, их совершенно не интересует сам Макдональдс и его бургеры. То, что их действительно интересовало, это зарабатывание денег. Таким образом, он продавал именно то, что их интересовало. Это был не ресторан, это была целая машина, которая привлекала новых клиентов и превращала их в наличие. он продавал им не еду, он продавал им целую систему. При этом система была так точно отлажена, что каждый владелец мог нанять команду, совершенно неумелых студентов, которые управлялись этой системой, я бы сказала, пол-оборота. То, что они делали, это они щелкали выключателемы, которые приводили ввести машину, выполнявши большую часть работы. О конкуренции и речи не могло быть. Система Рейн-Рок работала в качестве. Бизнесмены разного класса стали покупать эти машины тысячами. И с каждым из них происходило одно и то же. Они включали машину и получали неизменно ожидаемый результат. Именно поэтому они и покупали Макдональдс. его низкокачественные люди, но при всем при этом они оставались вне всякой конкуренции. Ну а вы, как сетевит, продающий бизнес, видят возможность MLM, что на самом деле продаете вашим потенциальным партнерам? Вероятнее всего, вы пытаетесь не продавать вашу компанию и ваш продукт. Но это не удивляет, что каждый проходит через этот шаг, я тоже начинала продавать в своей компании и говорила, что в моей компании вообще уникальные продукты, она топалась на кучу кухни-откадров. Ну, естественно, что-то пыталась продать, что-то вроде если сравнить с системой Макдональдса, типа мой гамбургер лучше вашего чистбургера с приправом. Наверное, и вы с этим встречались. У вас посмотрите внимательно на свои сайты и на свои блоги. Ваши веб-сайты и ваши блоги напечатаны различными материалами об истории вашей компании. Записи по датам их продаж, наибольшего количества продаж, различными сертификатами продукции, одобренными министрами, истории по продукции, довольных клиентами. Скажите честно говоря, кого сейчас это интересует? Правильно будет на мой взгляд, так и делал Рейс. Продукт и маркетинг план не делают сейчас вас успешными. Успешными вас делает сейчас система. И когда я говорю именно система, то я имею целиком готовую систему с пошаговой инструкцией, которая включает в себя автоматизацию бизнеса, готовую письмами, сайтами, рекламными объявлений. Именно это то, что сейчас нам предлагает наш логовое отвечение. Система работает на автомате. Система продает систему, тем самым реквитируя людей в нашу компанию. Такая система, как автоматизация, письма, сайты, одностраничники, должна делать пунктинную работу за вас. Вам все, что нужно сделать, это нажать на кнопку и быть естественным дружим с теми людей, которые приходят к вам в ваш бизнес через систему. И дело вовсе не в том, что вы не умели или не едины, а потому что система дублицируемая, а вы нет. Значит отсюда следует вывод, если вы хотите достичь какого-то успеха в MLM компании, вы просто обязаны дублицировать сами себя. Система обеспечит предсказуемые результаты. Покажите и продайте людям систему, с помощью которой смогут и они достичь желаемых результатов. И тогда их будет меньше волновать интересных права на продукцию или маркетинг-план, и конкуренция какая-то. Просто решите, помогите решить им их проблемы. На самом деле это означает, что самый большой спрос сегодня не на продукцию MLM компании, а на систему продвижения MLM бизнеса в интернете. Это то, именно то, что хотят все. По сравнению с этим способом вся эксклюзивность и нарезна продукции просто-напросто отыкает. Если у вас еще остались какие-то коммуния, спросите просто-напросто сами себя. Зачем вы посещаете вебинары? А возможно посещаете не только наши вебинары, но и еще десяточек других вебинаров. Большинство из нас ищут свой способ развивать свой бизнес MLM в интернете. Когда я это поняла, я направила все усилия на создание определенной системы, на то, чтобы эта система приносила нестабильный результат в интернете. Повторю еще раз. Ваша задача, если вы хотите привлечь бизнес-лужи сетевик до долга, не продавайте им возможности вашей компании. Это просто-напросто бесполезно. Продавайте им универсальную маркетинговую систему, которая поможет решить их проблемы. И если они захотят строить бизнес в интернете, дайте им информацию о том, как они могут строить бизнес в интернете. Дайте им знания, навыки, научите их этому, в общем-то, чему собственно сейчас команда спикеров не занимается. Мы пытаемся вас научить, как применять систему для того, чтобы вы достигли определенного результата в нашей компании живут. Продавайте то, что люди хотят купить, то, что решает их проблему. Система решает их проблемы потому, что они начнут получать партнеров и они автоматизируют свой бизнес. Почему-то у них есть инспектив, что чаще звонят нашим лидерам, да и партнерам, в компании с желанием присоединиться именно к нашей команде. Да просто потому, что мы продаем им то, что они хотят. Систему не только для нашего, в общем-то, бизнеса, но и для любого другого бизнеса, который в непоследствии ступики и сейчас находится. И эта система, это обучение приносит к цели бизнеса. Только партнерам нашей команды раскрываются такие возможности онлайн-бизнеса, о которых не приходилось им раньше больше. И благодаря этому вы можете пригласить свою работу в успешную систему в каталоге. Если есть система, то даже новичок имеет шанс пригласить хорошего кандидата. Так как система, это именно та ценность, которую он, новичок, может предложить своим потенциальным партнером. Успех не просто затяжен, а он может быть разложен на простые технологии. Так и мы сейчас вас обучаем и правильной работе и созданию в сетях, и правильное создание своих блогов, и правильное преподнесение информации своим потенциальным партнерам, и, в общем-то, всем тем технологиям, которые в настоящий момент взаименимы интернет-бизнеса. Ну, на сегодня я хотела бы свое повествование закончить. На следующей нашей встрече мы с вами продолжим беседу и мы с вами рассмотрим на следующей встрече главную причину, по которой люди захотят присоединиться именно к вам. А конкретно мы остановимся на вопросах, как сделать так, чтобы люди автоматически хотели с вами работать, чтобы они автоматически хотели присоединиться именно к вашему бизнесу, и что для этого нужно сделать. Спасибо всем, если есть вопросы, пожалуйста, задайте, я попытаюсь на вас ответить. Я так поняла, всем все понятно. Володя, подключайся. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Спасибо, Наталья. Очень интересная тема. Сам слушал, заслушался, и много мыслей пришло интересных в голову. Так что есть над чем подумать, и есть что взять на вооружение. И как раз я вот слушал вас и решил совместить свою тему с вашей, то есть сделать как бы тоже такое небольшое продолжение. Единственное, Наталья, подключитесь еще раз, подключитесь, пожалуйста, еще раз. И отключите, перейдите в режим чата, потому что у меня инструменты просто недоступны. Чат вверху нажмите. Ага. Все, спасибо большое. Так. Денис говорит, сделайте тише. Денис, ну, пожалуйста, так. Давайте проверим связь еще раз. Ставьте, пожалуйста, плюсики. Как меня слышно? Хорошо. Отлично. Так, ну, моя часть, мое задание на сегодня еще раз донести до вас информацию о маркетинге более понятно, более доступно, чтобы вы как-то проще это восприняли. Так что начнем с того, что проведем небольшой опрос. Пожалуйста, поставьте единички, кто уже разобрался в маркетинге. 32 человека. Так, 3 человека. 4, 5, 6, 7. 7, да? Ну, в принципе, 8, 9. Так, плюс-минус, понятно. Ну, отлично. Хорошо, значит, не совсем, да? Значит, сейчас мы будем кое-что фиксировать информацию по маркетингу, чтобы вы уже полностью практически не разобрались. Значит, первое, что вы должны запомнить по маркетингу компании Genesis Global Network, что он уже есть. Это первое. Что это значит? Сразу объясню. Это значит, что некоторые еще партнеры ждут каких-то изменений, да? Каких-то новшеств какого-то этого. Нет. Маркетинг уже есть. И он есть уже, кстати, недели две назад он уже был озвучен. То есть, не ждите, что компания возьмет и это уберет, да? Что-то другое поставит более такое лояльное именно для вас. Нет. Компания уже с курсом определилась. Менять она ничего не собирается. Единственное, что я могу заверить вас, это будут добавляться сервисы, товары и услуги. Вот это да. То есть, это будут дополнительные возможности, допустим, для заработка. Но сам маркетинг, о котором мы сейчас будем говорить, то есть, платформа, она уже сформулирована. То есть, не надо ждать, что, допустим, ну, будем так выражаться, компания сделает так, что можно будет зарабатывать, ничего не делая. Будем так выражаться. То есть, этого не будет уже. Во всяком случае, в этой компании пассивный заработок, как я уже выражался, он есть, но он не дает сверхприбыль, да? Вот еще раз, кто не понимает, что такое сверхприбыль, я просто объясню. Вот вы взяли 10 долларов и вложили в бизнес. То есть, что-то оплатили, дали, что-то купили, не имеет значения, то есть, оплатили, к примеру, на месяц. И вы что-то делаете. Ну, делаете то, что, ну, будем так говорить, не считается основной работой. И основная работа, это значит, просто там попросили вас каждый день там разместить объявление или попросили там что-то. Да, Денис, будет вам то, что вы хотите. Значит, то есть, работа в сетевой компании заключается в построении сети, продвижении товара услуги. Просто что-то клацать, размещать, это удел тех же самых буксов, кто знает, что это такое, да? Соответственно, цена за такую работу, вы сами знаете, сколько. Кто не знает, можете прописать в поисковике буксы, слово такое букс, кликеры и посмотреть, сколько там платят за такой клик. Можете покликать там, хоть целыми днями кликать. Поэтому вы поймете, о чем я говорю. Значит, пассивный заработок, он будет возмещать лишь часть, часть ваших затраченных денег, но при условии, что вы, ну, я вам честно скажу, пригласите как минимум два активных партнера. Почему? Почему я сейчас начинаю именно с двух партнеров, не пугайтесь. Я знаю, что все сейчас будут говорить, что никто, ой, приглашать там, продавать, пятое-десятое. Я вам могу сказать, что вы все приглашаете и некоторые даже сами об этом не знают, но они приглашают однозначно. Бывает даже и подороже вход, и 25 долларов, и даже без товара приглашают, я знаю точно на 200%. Поэтому тут не должна быть паника, здесь должно быть четкое понимание. Я вам сейчас постараюсь как-то донести до вас, чтобы вы понимали, почему я сделал уклон на именно минимум два лично приглашенных. Значит, идем дальше. Я уже говорил на предыдущих встречах, что мы, весь маркетинг, он состоит для нас с вами из двух частей. Что это за части, да? Значит, первая часть, мы с вами имеем возможность зарабатывать деньги, то есть, не какие-то там виртуальные, воздушные бонусы, там, коинты, там, всякие, да, там, поинты, коинты, монеты. Нет, именно деньгами, то есть, то, что нам будет идти на кэш, наш баланс, и мы можем заказать на вывод. И вторая часть, это как раз такие вот эти вот бонусные, да, бонусные начисления, они от слова бонусные, понятно, да, что это будет для нас как подарок в конце месяца, то, что мы там заработаем, обменяем там на какую-то сумму и получим какую-то еще дополнительную часть денег. Поэтому вот, чтобы вы понимали, что есть две части. Дальше идем. Что вы еще должны знать? Что если вы сейчас ориентируетесь чисто на бонусы, чисто на бонусы, да, то есть, вот у вас в голове сейчас одно, вот бонусы, бонусы, их надо как-то зарабатывать, как-то зарабатывать, то деньги, то деньгами, да, там, надо продавать, надо приглашать. Нет, нам надо бонусы. Так вот, я могу вас заверить, если вы сейчас так думаете, все, вы можете даже и не работать дальше. Почему? Я сейчас приведу некоторые примеры, несколько примеров, что вы поймете, что это бессмысленно в данной ситуации. Значит, ну, первый пример, для того, чтобы быть квалифицированным, да, на заработок вот этих вот бонусных поинтов от того же самого просмотра сайтов, там, да, у нас и будет такая возможность с вами. Так вот, для этого есть три варианта выполнить эту квалификацию. Первый вариант – пригласить двух лично приглашенных. Второй вариант – пригласить двух клиентов, да, найти людей, которые что-то купят. И третий вариант, как бы, более подходящий – это самому стать клиентом и купить, закупить два товара по 10 долларов. Я вам сейчас объясню, альфия, вот как раз слушайте, я сейчас это объясняю. Значит, смотрите, то есть два – закупить самим товар, да. Давайте, мы же взрослые люди, да, математику изучали, можем просто взять и посчитать. Значит, если мы сразу ориентируемся на вот эти бонусные, у нас сразу что основное? Ну, зачем нам кого-то приглашать, да, зачем нам искать двух клиентов? Давайте мы сами станем клиентом, это проще всего для нас. И что мы в этом случае делаем? Мы оплачиваем ежемесячный этот пакет, да, 25 долларов. И даже вот про камингл, да, вот как альфия спрашивает про камингл. Так вот, и купим, к примеру, с вами камингл, да. А по условиям промоушена камингл, он вам замещает просто два клиента, но не два лично приглашенных, вот заметьте, это очень важно. Поэтому даже если вы камингл приобретете за 20 долларов, займете там место, приобретете камингл и 25 долларов, вы затратили 45 долларов за месяц. Правильно, да? Правильно. Идем дальше. И вот вы получили возможность пассивного заработка поинтов от просмотров сайта. Начинаете просматривать, проходит месяц, у вас 400 поинтов ориентировочно. 400, ну пусть даже 500, но я не думаю, что там 500 будет, может 400 с копейками, в зависимости сколько рабочих дней. 400 даже. Вопрос дальше. А сколько стоит поинт, да? Мы с вами знаем, что цена под вопросом, потому что она будет генерироваться каждый месяц, она может быть разная, но я вас заверяю, максимум, что она может быть максимум. Ну, это 10 центов, но и то это сказочная цена для нее, потому что, честно говоря, если просто провести такие скульпулезные просчеты, да, допустим, взять, посидеть, то, в принципе, даже, я бы сказал, средняя цена где-то 3 цента будет за 1 поинт. Так что давайте вот умножим одно на другое и получим, что затратили мы 45 долларов, при цене даже 10 центов за 1 поинт у нас будет 40 долларов, да, то есть 5 долларов мы все равно не до, что сделали, не даже не дозаработали свои затраченные. А если это будет 3 цента, то мы заработаем 12 долларов, что практически, ну, в 2, сколько, в 2 раза, в 3 раза, даже в 4 раза меньше, да, получается. Так вот, давайте делать выводы, что если бы мы изначально строим бизнес, ну, будем так говорить, с точки зрения, что нам ничего такого не надо делать, мы лучше отдадим деньги и типа нам будет хорошо. Так давайте лучше поменяем риторику и будем думать, что для того, чтобы заработать деньги, надо не деньги, а надо работать. Вот. В принципе, я так всегда и строил свое отношение к работе уже несколько лет и всегда, вот знаете, когда заходит разговор о том, сколько ты потерял, сколько ты заработал, да, вот я могу сказать вам честно, что я ничего не потерял. Почему ничего не потерял? Потому что изначально строил политику заработка на том, что деньги должны зарабатываться трудом, но не с помощью денег, понимаете. Если с помощью денег, это некие инвестиции. Инвестиции это что? Это риск. Понимаете, да? Вот сейчас, если вы поймете меня, наконец-то, вот дойдет это окончательно. То есть, вы не будете делать больше никогда ошибок. Пусть у вас просто не будет денег, просто у вас там или мало заработаете, но вы ничего не потеряете, понимаете. А если вы хотите больше заработать, надо, значит, больше работать. Можете сутками работать, можете вообще не спать работать, можете работать один час, можете, как Наталья говорила, система, да, вот система. Да, мы работаем над системой, просто нас очень мало, будем так говорить, да, и поэтому систему очень тяжело сделать, потому что это много чего надо туда внедрить. И одностраничные сайты, и расписать маркетинг, и расписать примеры заработка, и как так, и так, и так, да, еще какие-то инструменты подготовить. Поставить на, будем так говорить, регулярное проведение обучающих школ, где искать партнеров, как продвигать. То есть, вот у нас есть инструменты, надо же еще научиться ими пользоваться, правильно? То есть, вы должны понимать, что автоматизированная система, это, по сути дела, мечта каждого человека, где есть одна кнопка, да, вы знаете, вот уже даже Ирина на прошлых встречах говорила, и Наталья тоже, кнопка бабло, да, называется, то есть, вы на нее нажмете и просто ждете, пока вам начнет сыпаться много денег. Этого никогда не будет, не будет, поверьте. Даже у меня небольшой опыт, там, 7 лет, по-моему, в интернете, я видел многих, многие кнопки, видел бабло, там сыпалось, ну, во всяком случае, там, десятая часть копейки, в лучшем случае, понимаете? Во всех других случаях надо было пахать, пахать и еще раз пахать. И то, это были копейки. По сравнению с тем, что я увидел в сетевом бизнесе, и опять же, исходя из того, что я правильную выстроил направленность, то есть, не с вложениями, понимаете? То есть, я, допустим, не, ну, в бизнес всегда надо что-то вложить, да, но не с точки зрения, чтобы туда напихивать денег, чтобы потом ждать, сидеть и переживать, чтобы хотя бы свое вернуть. С точки зрения, если это, это, как мы вот выражаемся у нас в компании, какая-то там закупка, там, да, 25 долларов, в пример, в месяц, статус там или пакет, как мы его будем называть с вами. Мы каждый месяц его должны, я уже говорил, да, это как бы мы доступ получаем к товарам и услугам за 25 долларов. Так вот, когда мы оплатили это, у нас сразу появляется доступ. И что мы будем делать, от этого будет зависеть все остальное. Если мы будем просто сидеть, смотреть, ну, в принципе, закончится месяц, и все. А если мы все возьмем, знания, там, инструменты, хотя бы инструкции, которые дадут, и начнем просто хотя бы регулярно, да, делать то, что нам будет говорить, то, в принципе, результат однозначно будет, просто по-другому не может быть. Многие спрашивают, сколько заработал. Денис, понимаете, дело в том, что даже если твой доллар заработает, это будет большой плюс. А если вы потеряете доллар, это будет большой минус. Поэтому, когда вы скажете людям, что вы сколько-то заработали, вам не поверят никогда. Поверьте. Поэтому от того, что вы это будете говорить, это уже не показатель. У меня много примеров, что это не показатель. Итак, давайте так, что мы к чему пришли. Мы пришли к тому, что если мы с вами сейчас будем говорить о поинтах и, будем так говорить, пойти на закупку товара, да, то вы уже сами понимаете, что это не окупится, ваши затраченные деньги за месяц. Вопрос тогда к вам. Есть ли смысл это делать? Вот просто честно. Потому что, знаете, вот Альфия написала, что... Так, сейчас я немножко подымусь выше. Что Дональд сильно агитировал за Каминго, а вы не сильно его радуете. Однако сами что-то выводили в Камингли и этот промоушн компания специально придумала для заполнения сети Каминго. Значит, вот что я могу по поводу этого сказать. Когда был первый раз появился Каминго, он появился на других совершенно условиях и у нас условия гласили так, что если вы хотите дополнительных денег, да, вы должны какую-то там товар-услугу приобрести. Так вот, эта цепочка, она была взаимосвязана и, в принципе, все, ну, какая-то часть людей, которая выполняла, да, вот это условие, все пошли в Каминго. Автоматом в Каминго начало строиться и у меня сеть. Там нет переливов, то есть, если вы зашли, в Каминго, если вы там просто находитесь, никакого дополнительного заработка не будет. А если вы, допустим, спонсор, у вас есть команда и вы ориентируете команду, допустим, за собой, как вариант, да, допустим, то сделаете предложение. Или так, или так. И они, допустим, часть выбирают Каминго, они идут к вам, соответственно, у вас заполняется сеть и вы уже начинаете получать партнерский. Вот да, я выводил два раза на Пионер, нет, три раза, по-моему, даже. Один раз на Пейту, потом два раза на Пионер на карточку приходили деньги. Это было только из-за того, что это условие совпадало с действиями, понимаете, пропорционально к заработку была. Вопрос теперь обратный. А теперь что мы имеем? Мы имеем промоушен, выполнение условия для пассивного заработка. Если бы мы сразу говорим, что все, мы никого приглашать не будем, слава богу, да, мы сейчас выполним промоушен, встанем в Камингл и заработаем 400 поинтов в месяц. Ну, давайте посмотрим. Вы заработали 400 поинтов, это, к примеру, 12 или 40 долларов, да, своего не окупили. А в Камингле вы просто стоите. Почему? Да потому что вы уже изначально себе сказали, что вы никого приглашать не будете. Понимаете, это просто психология. Если вы уже ориентируетесь на то, что нет, лучше я тут сам проплачу, слава богу, я никого приглашать не буду. Все, это значит сигнал к тому, что у вас сеть в Камингле не будет, вообще ее не будет. Там нет переливов. Понимаете? Вы будете там просто зря. Так что я понимаю, ну, почему президент компании рекламировал его, да, потому что не все люди, он же не понимает психологию, допустим, наших людей, да, которые, допустим, а я понимаю, потому что я каждый день с людьми общаюсь, и я знаю, да, вот истерики, которые в чатах бывают, и постоянно мнения какие-то. Поэтому, а он не знает, понимаете, он думает, что да, он думает, что люди будут строить сеть, он же ориентируется на то, что сюда пришли люди работать, он же не ориентируется на то, что люди пришли просто смотреть вот эти вот сайты, понимаете? Сайт это не работа вообще, сайт это так просто, ну, как бы одна там маленькая-маленькая возможность такая, чуть-чуть заработать, там, отбить чего-то. Так вот, это разные вещи. Если бы вы с ним общались бы каждый день и свои мнения ему так вот писали бы в чатах, да, был бы он в чате у нас, ему писали, писали, что вот-вот-вот, он бы понял, что, ну, вот как я вам объясняю, что нет смысла, понимаете? Нет. Это же простая математика. А если была бы какая-то там, допустим, гарантия того, что тот же самый поинт стоил там 30 центов, да, допустим, то это, конечно, совсем другое дело, там, или 20, ну, то есть, окупаемость была бы хотя бы. А так я вам заверяю, ее не будет, не будет. И мало того, что ее не будет, так если сейчас кто-то людей вот так сориентирует неправильно, и потом через месяц мы будем иметь очередные скандалы, очередные выяснения того, что их кто-то кого-то обманул, да. Поэтому мы, вот я, честно говорю, никого не хочу обманывать, поэтому всегда вот пытаюсь рассказать вам, как оно может быть реально. Вы посмотрите. И это не из-за того, что, вот заметьте, то есть, я тогда, получается, вам наоборот говорю, да, не надо этого делать. Хотя с другой стороны, обычно заманивают, говорят, да делайте, делайте нормально, да, чтобы в сети люди были и денежка пошла. Так вот я вам говорю, что нет, этого не надо делать, потому что я знаю, чем это потом вылится. Это скандалами и всем остальным. Поэтому вопрос заключается в том, что мы теперь будем делать. А для чего это, да? Так вот я вам скажу, что это для того, чтобы это было в связке с активной работой. Надеюсь, вот давайте хотя бы небольшой опрос, давайте пятерочки, если понятно, что я, что про пассив. Понятно. Вот как бы просто хочу увидеть, ну, хоть донес я до вас информацию, что, ну, пассив для вас, он невыгодный в данном случае. Если вы ориентируетесь, там, на промоушен, там, или ориентируетесь закупить товары, никого не... Все, это все, это губительно для вас. Вы деньги потеряете, ну, прямым языком. Вам это надо? Нет. Мне оно тоже не надо, понимаете? Я не хочу, чтобы вы теряли деньги, я хочу, чтобы вы зарабатывали. А вот терять я вот этого тоже не хочу. Поэтому... Наталья, нет, ну, нельзя так вот говорить, что обидно, что придется просматривать чьи-то рекламы, тратить свое время и за это не заработать даже на погашение своего статуса. Наталья, понимаете, вот послушайте внимательно. Вот вы, чтобы поняли, поняли, сколько стоит клик по рекламе, зайдите в любой букс, кликалку любую. Вот SEO Sprint, там их много, зайдите, посмотрите, сколько стоит один клик. Он стоит, там, копейка, три копейки, там, русскими, по-моему, три копейки. Ну, может быть, найдете где-то там один цент, и то там рекламы будет очень мало, там, пять реклам, может быть, не знаю, и вывод там будет какой-то там сто баксов или тысяча баксов. Понимаете? Ну, это логично, это уже проходили еще несколько лет назад. То есть, вот я знаю реальную цену клика, понимаете? Поэтому, то, что мы будем смотреть каждый день, там, по двадцать, нам надо тогда будет смотреть их, там, по тысяче, понимаете? Может, круглосуточно смотреть. Кто их будет смотреть? Да и кто вообще этим будет заниматься? Так, давайте сейчас по вопросам пройдусь, потом я вам вторую тему сейчас... Так... Ну, если никого не приглашу... Так, Денис говорит... Так, ну, если никого не приглашу, то ничего не получу, и мне придется по-любому вас продлевать месяц, истинно вы говорите. Не, ну, так, бизнес... Понимаете? Вы пойдете в магазин продавцом работать, ничего не продали, там, шеф приедет, скажет, блин, нету денег, ничего не продали, давай, как продадим, что-то тогда получишь. Та же самая история. Да, Денис, сложно приглашать, когда ничего не заработал. Вопрос в другом. Приглашать можно, я вам скажу так, без розовых очков. Знаете, сколько сейчас в день приглашают, приглашение скидывают? Я вам могу сказать, что 70% людей, которые скидывают данные проекты, они ничего там еще не заработали. Ну, а если ты заработали, там, где-то там, 1 доллар, и кидают по всему интернету, гляньте, я тут уже вывел, 1 доллар, все сюда, это суперкомпания или, там, проект, он будет платить. Вам это надо? Поэтому подождите, пока он заработает 100 долларов там. Поверьте, он там не заработает 100 долларов. Вот он один раз доллар кинул, и все, это в обычном хайпах делает, когда новый хайп выходит. Поэтому, Денис, с этим можно поспорить. Чтобы кликать, надо иметь два активных клиента. Или клиента, или самому будет клиентом, да. Вообще, ну, сейчас мы поговорим про активных лучше. Так. Это, как я понял, правильно я должен потратить минимум месяц 45, а окупается ли они? Да, Алексей, вы правильно поняли, что они не окупятся, если вы выберете неправильно вот это направление. Поэтому лучше не выбирайте его. Лучше надо подумать. Так. Пассива нет, только если наберется большая команда. Ну, Денис, немножко неправильно, сейчас я объясню. Сейчас я вторую часть, а потом мы все сложим вместе и посмотрим, что получится. Так, Светлана, хорошо, но пока нет приглашенных статусов же, надо подтвердить на первый месяц. Так, про какую подписку за год? Да, сейчас, так, Ирина, хорошо, значит, сейчас Светлане отвечу. Нужно подтверждать статус. Значит, смотрите, Светлана, вопрос, что сейчас делать, оплачивать, не оплачивать? Так вот, у нас еще есть время, да, определиться. То есть, нам обещают, что нам обещают? Нам обещают под конец года, как это называется, матрицу, да, почистить всех неактивных, как бы убрать с матрицы. Поэтому здесь будет стоять вопрос, страшно вам уйти с матрицы или нет, понимаете? Многие не знают, что такое матрица и боятся, трусятся от этого. Хотя им там по большому счету все равно, есть они в той матрице или нет. Вопрос в другом. Если у вас нет монет заработанных там, в принципе, то вам по большому счету можно еще и посидеть, подумать. А вот у других, у которых есть монеты, и с 1 января должен появиться Ридим, да, то есть обмен. Еще опять же неизвестно сколько, это может быть в первый месяц и 10%, и 20%, и 30%, то есть и 40%, то есть никто еще этого не знает. Но для этого надо быть на платном статусе. Поэтому вопрос может даже стоять так. Вот подойдет момент Ридим, да, допустим, обменивать монеты, можно и оплатить, получить доступ к обмену. Единственное, что можно пролететь с матрицей, то есть вылететь с ячейки и потерять место, да, позицию, как это выражается. То есть тут надо посмотреть, понимаете, то есть трудно за каждого решить, тут хоть за себя решить, да, то есть надо это видеть у каждого, какая ситуация, где он находится, есть ли смысл, нет ли смысла. Но я вам скажу, смысл всегда есть, если ничего не делать, тогда вообще, конечно, смысла никакого нет. Иногда приходится чем-то пожертвовать, временем, деньгами, для того, чтобы узнать что-то. Сейчас мы будем об этом тоже говорить. Так, Ирина спрашивает, про какую подписку на год 99 вчера говорил президент. Значит, смотрите, какой вариант он предлагает. Он предлагает, опять же, о пассивном заработке, да, вот этом, о просмотре заработка вот этих поинтов на просмотр сайтов вот этих вот. Это мы с вами знаем, что месяц где-то ориентировочно 400 получается. Так он вам предлагает, что за год оплатить 99 долларов и вы будете целый год квалифицированы на заработок этих 400. Давайте посчитаем, простая математика, 12 месяцев, это сколько? По 400, это 4 тысячи, 4 тысячи 800 поинтов, правильно? 4 тысячи 800 поинтов. При условии даже, если будет максимальная цена 10 центов, это будет 480 долларов, правильно? Правильно. Но при этом мы затратили 99 долларов и 12 месяцев по 25. Давайте посчитаем, это 300, 99. Ну, 399, да, а получили 480. Ну, вот ваш годишный заработок. Даже исходя из этой цифры, я вам уже открыл сейчас глаза, вот, да, сами понимаете, там, за сколько там, 80 чем-то долларов целый год сидеть вот это вот, ну, я не знаю, сколько это получается. 10 долларов. До 10 долларов в месяц даже не будет плюсом. Какой смысл? Ну, не будет он стоить столько-то, Ирина, поверьте. То есть, я ничего там не хочу плохого сказать, там, ну, я просто всегда вот, знаете, в последнее время говорю, ну, есть же математика, давайте посчитаем. Давайте посчитаем, что может быть максимально, вот как вы предполагаете. Напишите 1 доллар, ну, я не уверен, что будет 1 доллар. Не уверен, ну, первый месяц покажет, конечно, сколько будет поинт стоить. То есть, оттуда можно будет уже оттолкнуть. Ну, что-то мне подсказывает, что, ну, это, предел его, это 10 центов. Хотя, вам честно говоря. И может быть, через месяц, когда пойдет вот это вот, будем так говорить, будет цена поинта, и это, может, они администрацию посмотрят, что, ну, что оно получается, да. Может, сделать какие-то выводы, конечно, я не спорю, но, понимаете, ну, я не вижу смысла вот в этом 99 долларовом годишной оплате. Вообще не вижу, честно говорю. Так, проблема не в кликах, а в том, что за свое право зайти в свой кабинет нужно платить, а в других компаниях этого нет. Хочешь работать, 1 рубль, 1000 рубль. Наталья, я не пойму, за что надо платить, чтобы зайти в свой кабинет? Честно говоря, ничего не понимаю. Здесь не надо платить, чтобы зайти в свой кабинет. Вы и так в него заходите без оплаты. Если от вас, вы даже не оплатите, вы все равно можете в него зайти. Причем тут это? Причем тут это? Я не знаю, чего это. Ну, вообще, я сразу говорю, что это сетевой бизнес, это не букс. Хотя в букс, кстати, есть серьезные буксы, даже обычный букс можно сравнить с сетевой компанией. Почему? Потому что, когда человек там клацает кнопки, зарабатывает рубль в день, он задумывается, блин, почему мне этот рубль, я хочу 1000 рублей в день. И он начинает задавать вопрос, а что мне надо сделать, чтобы 1000 рублей заработать на буксе? Что, кликать в 1000 раз больше? Ну, говорят, нет. А что делать? Приглашать людей. Пригласи там, сколько там, 10 тысяч человек и будешь получать 1000 рублей, да, грубо говоря. Понимаете, да? То есть везде надо приглашать. Хотите больше денег, но везде надо приглашать. Хотите рубль зарабатывать и ничего не влаживать, идите в буксы, идите там в кликеры какие-то. Поработаете, надоест, придете сетевой бизнес. Никто ж ничего против не говорит. Лучше бы компания давала нам процентов продажи. Так а, Наталья, так она и будет вам давать, если вы будете продавать. Компания дает товар, дает возможность. Кто ее будет продавать? Наймите продавцов в интернете. Оплатите 25 долларов статус. Давайте сделаем одностраничный сайт. Вы наймете людей, которые будут вам вашу страницу, одностраничную вот этот сайт, будут раскидывать там по всему этому интернету. Вы должны понимать, что это все платное. То есть вы будете людям платить. А потом, если они там что-то будут продаваться, там эта компания поделится процентом от продаж, там все это конвертируется, и вы потом раздадите еще часть денег тем людям, которым вы давали, вернее, которых вы там арендовали, да, что ли, на работу. Если сами не хотите. В этом случае мы с вами этим занимаемся. То есть мы берем, у нас есть информация, мы ее изучаем, мы ее просчитываем, всю информацию получаем и вперед. У нас, у нас как, если мы говорим уже о сетевой компании, о себе как о сетевых партнерах, да, у нас должны быть инструменты. То есть знаете, это как картошку пойти садить, да, и пришли без инструмента, без картошки. Вот пришли на поле, да, посмотрели там или на огород и говорим друг другу, а что мы сюда пришли? Картошку садить. А где картошка? А нет картошки. Хорошо, а чем копать? Да нечем копать. Вот так же самое мы пришли с вами в интернет, хотим денег заработать, а у нас ничего нету, да. Нам говорят, вот тут можно заработать. Мы, ой, класс, а что надо делать? А надо вот это взять и вот так вот, допустим, там по интернету распространять. И если там кто-то нажмешь, а как это делать? Я не знаю, как это делать. Так вот, понимаете, вот смысл в том, что люди приходят в интернет, непонятно зачем. Ну, за деньгами это понятно, но они все говорят, что я должен работать еще для этого. Да я же и так вроде бы тут сижу, кнопки нажимаю. Вячеслав, ну, понятно, о чем вы хотите сказать, но давайте без этого, Вячеслав. Поверьте, мы знаем, что тут появлялось, тут каждый день столько появляется. И про эту германскую компанию тоже знаем. Поверьте, так что не вы один знаете и все знают, но вопрос в другом. Вы, если ты ее изучали, маркетинг, изучите более внимательнее, потом будете там подумайте, как она, похожая, не похожая, вообще что там. Это, знаете, вот к слову Вячеслав о том, что о результате, вот как Денис писал. Да, то есть вот есть компания, но она еще тоже, кстати, не работает, она там запустится, а как не запустится, пойдет, не пойдет, что-то поменяют, что-то не пойдет. И, понимаете, те же грабли, да, грубо говоря. Так что... Хорошо, ну, давайте тогда дальше пойдем. Так, вот Альфия еще тут. Владимир, это все правильно, но заплатив 99 долларов, мы зато спокойно будем подбирать людей. Альфия, ну, вот сейчас я буду про это говорить, сейчас мы немножко о другом. Я не рекламирую, а так же работать надо. Вячеслав, так мы все работаем. Никто вам не говорит, что мы тут, каждый сидит только в Genesis и ждет чудо. Каждый где-то работает. И каждый может, как и вы, написать там все, что угодно здесь. Давайте без этого, мы сейчас немножко в другом направлении работаем. Мы работаем сейчас плавно в общем направлении, делаем атаку для мозга во втором. И вторая направленность у нас конкретно компания Genesis. Что дальше? Вторая часть. Давайте вот о деньгах теперь поговорим, да, как бы о плохом поговорили, давайте о хорошем. Вопрос о деньгах. Три возможности зарабатывать деньги. Какие это возможности? Я еще раз напомню, извиняюсь, без слайдов буду показывать, просто вот чисто вот звуковая такая вот информация. Первая возможность, это у нас будет доступ к товарам, да. Какие товары, вот Наталья говорила, да, не имеет значения там товары, там много товара, там это все понятно, но они у нас все равно есть, понимаете. У нас задача какая? Пользоваться им, хотим пользуемся, хотим нет, то есть это тоже мы решаем. Но это возможность, которую можно будет попробовать, да, то есть можно попробовать на этом заработать, просто продвигая этот товар или услугу. Можно? Можно. Мы от этого будем зарабатывать. Как генерируется заработок? Все очень просто. Продаем товар на 100 долларов, 50% с этой суммы это прибыль, и прибыль от прибыли 20%, то есть сотни 50 долларов это прибыль, 20% это 10 долларов заработок. Продаем на 1000, значит получается 500 и 20% это 100, 100 баксов. С 1000 100 баксов мы зарабатываем. Где продавать? Да, весь интернет, сделать красивую страничку продажную такую, да, продажную, хорошее слово. И все, и запустить ее в какие-нибудь там инструменты, пусть инструменты раскручивают там и покупатели, в зависимости опять же от страницы, текста, от многих условий, да, будут приходить или не будут приходить. Это будем тоже изучать. Потому что я вам скажу честно, может быть мы здесь и недолго проработаем в этой компании, но зато у нас будет возможность кое-чему научиться, ну и кто-кто здесь будет, то есть обучимся вместе с вами. А дальше время покажет. Я вам сейчас даже в конце не забуду, да, секрет небольшой, пока открою вам. Так вот идем дальше. Что дальше происходит? Зарабатываем, продаем, продаем, зарабатываем. Идем дальше. Дальше мы уже с точки зрения бизнеса смотрим. То, что я вам говорил, минимум два лично приглашенных. То есть нам надо будет строить сеть. Конечно, здесь не надо ограничиваться только двумя людьми. Это тоже большая ошибка. То есть информацию надо воспринимать не буквально то, что да, вот вам сказали и все надо вот как сказали, так и надо делать. Нет. Вы всегда должны делать больше. Вот я вам честно скажу. Больше, больше. Чем больше вы сделаете, тем больше будет для вас лучше. Так вот, минимум два лично приглашенных. От личников мы получаем сразу же первый месяц, как только они оплачиваются. Фортарт бонус 50% от стоимости пакета, который они оплатили. То есть достаточно пригласить два человека и мы с вами уже отбили свою ежемесячную эту затрату денег 25 долларов. Дальше, если эти лично приглашенные оплачивают статус, каждый месяц мы зарабатываем 10%. То есть в данном случае, если мы говорим о минимальном статусе, по 2.50, то есть 5 долларов мы отбиваем. Если два человека только на углу. Что из этого вообще следует? Из этого вы должны знать опять, если вы ориентируетесь только на два человека, вы уже можете спрогнозировать свой заработок. Можно. Можно, но мы не можем предполагать, как будут действовать ваши эти два человека. Но, допустим, на месяц, на два мы можем спрогнозировать, я вам сделаю расчет специально на месяц и на два. В случае чего, если пойдет так или так или так. Я вам обещаю на этой неделе, мы проведем такую, думаю, ближе к концу недели, вот такую встречу, где я вам покажу несколько примеров. Что может быть так или вот так может быть. А вы посмотрите, насколько это будет вам выгодно. Могу сказать следующее, что если вы будете только ограничиваться вот таким способом, что вот два и все, мне больше ничего не надо, слава богу, я выполнил эту квалификацию, да, и теперь сейчас деньги посыпятся. Нет, поверьте, нет. То есть, так вообще, даже если эти деньги посыпятся, это будет хорошо, но просто сидеть и ждать, это значит терять зря время. Вот, опять же, со своей точки зрения, я вам скажу, когда у вас пойдет заработок, вы время тратьте лучше на обучение. Это будет правильно. То есть, вы должны чему-то научиться, что-то еще научиться, там, что-то научиться делать, какие-то еще освоить инструменты, знания приобрести. Почему? Потому что придет завтра, послезавтра, и вам ваши потребности начнут расти, да, они всегда, в принципе, растут, или денег просто не хватает, и все равно придется зарабатывать больше. То есть, надо будет больше все время зарабатывать, а для этого надо будет приглашать больше людей. Три, четыре, пять, десять, сколько сможете? Ну, опять же, вы должны здесь понимать, что просто так людей приглашать тоже нет смысла, с людьми нужно общаться, работать, да, то есть, помогать им, и поэтому если вы ориентируетесь на сто личников, то представьте, сто человек с ними общаться. Это очень тяжело будет. Поэтому надо приглашать лично приглашенных, это однозначно. И третья, третья возможность заработка. Здесь, получается, активируется именно вот эта матрица. Понимаете, вот о том, о чем я говорил, что матрица, да, в данном случае, если пойдет дубликация, в течение месяца она многим может дать, ну, довольно-таки хороший прирост заработка. Тоже нам будет сделать небольшую табличку, рассчитать, в принципе, я показывал на предыдущих встречах, сколько можно будет зарабатывать. И вопрос стоит не в том, что это вы приглашаете столько людей. Нет, это будет уже командная работа. То есть, вы пригласили, ниже вас, сверху вас кто-то приглашает, вся команда приглашает, и все это заполняется. С этого тоже будет дополнительный заработок. Что теперь? Вот три возможности заработка денег, да, это деньги. Но, когда мы включаем вообще, начинаем с первого вот этой части денежной именно, у нас происходит чудо некоторое, я вам скажу. Чудо заключается в том, что у нас сразу же параллельно и активируется и вторая вот эта часть. Вторая часть, это, во-первых, бонусные поинты, о которых мы говорили с вами. Плюс сеть работает, поинты вам приносит, да, движение сети идет, кто-то что-то продает, мы будем тоже об этом подробно говорить. То есть, у вас уже генерируется не 400 поинтов, потому что вы квалифицированы автоматом уже на все. Вам не надо недополнительную закупку, то есть, понимаете, в чем разница. Все, у вас этих поинтов может быть и тысяча в месяц, а может и две тысячи будет, а может и десять тысяч. Понимаете, да? То есть, и деньги есть. А поинты как бонус обмениваете, даже если у вас будет тысяча и пусть даже будет по три цента, это 30 долларов получается, правильно? Так вот, понимаете, вот к чему это идет? Вот даже только с поинты вам уже вернут ваши 25, даже пятерочка сверху будет, да? Плюс, что еще плюс у нас? Плюс у нас лично приглашенный, плюс матрица и вы уже в плюсах. Понимаете? Ну вы же не забывайте, это мы сейчас говорим о бизнесе, о том, то есть, о маркетинге, да, о возможностях заработка. Ну вы же не забывайте, что вы не одни, что у нас здесь команда и что команда не просто так, команда, да, которые там создали чат, напихали людей и все довольные сидят друг к другу, пишут, да, что, где, когда. Нет, мы, видите, мы регулярно проводим встречи, даем то, что, в принципе, должны все команды давать, это логично, то есть, понимаете, если с людьми не общаться, люди поразбегаются, да, люди пойдут другие, там, скажут, скучно, ничего нет, тишина, там, пойдем где-нибудь поищем веселье, где-то общаются, то есть, людей надо сдерживать, команду надо поддерживать, да, то есть, информация в первую очередь, потом знаниями, не просто информация, конкретными знаниями, практическими знаниями, делать подарки в виде там некоторых, да, там, ну, какие подарки, вот смотрите, я вам даже могу сказать, как я столкнулся с первыми подарками, то есть, когда мне говорили, Владимир, да давай ты уже автоматизируй, там, что ты там, то ручками там сидишь, то делаешь, вот есть это, то, сё, я говорю, ну, класс, говорю, дайте, а мне говорят, купи, понимаете, да, купи, поэтому здесь я уже говорил, многие знают, что, допустим, ну, как бы от своего лица я, в принципе, делаю закупки на часть заработанных денег, различные информации, различных программ, скриптов, которые мы будем использовать с вами, ну, будете, не будете использовать, ну, это будет, будет оно только для партнеров, которые, которые именно в теме, да, которые, ну, хотя бы на 25 долларов зашли, которые работают. У нас даже уже есть, и странный у меня такая, странный вот вопрос, почему до сих пор там вот сколько людей и так мало вообще, то есть, никого не интересует то, что там какая информация была дана. 10 обучающих курсов, довольно-таки очень мощных курсов, в которых очень интересная информация бы пригодилась вам не только в этом бизнесе, но и в других там ваших работах, может быть, даже в жизни пригодилась. У меня просто вопрос всегда, почему люди не берут это? Так вот, теперь идем дальше, и я хочу вернуться к словам Натальи о системе. Наталья правильно сказала, что система, да, это хорошо, это даже правильно, даже то, что люди, то есть, товар не главное, да, главное вообще, главное вообще люди. Вот честно вам скажу, даже не деньги, не товар, а люди главное. Поэтому сейчас идет борьба, борьба такая некая, да, там, невидимая, да, за человека в бизнес свой, в свою команду. Некоторые по своей неопытности или по другим проблемам, наоборот, разбрасываются людьми, да, некоторые собирают так вот, знаете, медленно, медленно, да, собирают людей, там, вот, что-то делают, некоторые взяли, разбросали там или что-то, то есть, ну, идет, понимаете, без людей ничего не получится, потому что люди двигают информацию, люди платят деньги, даже никакой продукт сам по себе и сам себя не может продать, да, и компания тоже не может просто продавать, то есть, ей нужны люди, люди, которые будут продавать, поэтому вопрос сейчас стоит в том, что, как привлекать людей, вот, как мы будем с вами привлекать, мы будем всеми способами привлекать, кто-то будет, возьмет с этих способов один, кто-то два, кто-то три, кто-то все, кто-то будет один, потом второй, кто-то там, ну, то есть, вот так вот, да, главное, чтобы они были, но для этого надо люди, а людей надо привлечь, людей привлекать будем чем, ну, знать маркетинг компании, да, информация компании это само собой, потому что это, как бы, будет двигатель такой своеобразный, то, что оттуда будут идти деньги. Но людям надо давать то, допустим, то, что им не дают. Как Наталья говорила, что людям надо дать то, что им надо. Но можно походить, посмотреть, что людям надо вообще. Люди очень много ошибаются. Часто ошибаются и в интернете тоже, и теряют деньги после этого. Почему? И они вот потом говорят, вот я не знаю, куда идти, у меня там обманули, там что-то не так, там не так, там не так. Так вот, людям надо давать информацию раз. Людей надо учить. Людям надо что-то рассказывать. Ну, а люди должны ходить слушать. Потому что, если не ходит человек, мы имеем результат. Он появляется в чате и пишет. А что случилось? И мы возвращаемся назад и опять рассказываем все, что у нас случилось за месяц или за сколько. Понимаете? То есть, если человеку самому это не надо, нам оно тоже как бы, да? То есть, мы не можем постоянно одно и то же расскажем. Поэтому надо как-то кооперироваться, что ли, с людей, у которых есть желание. Которые хотят что-то. Потому что, если взять тысячу человек, которые ничего не хотят, они завтра же поразбегаются, еще и гадости наговорят всяких, да? И сделают виноватым и пятое-десятое. И побегут куда-то в другое, вот как вот кто там, Вячеслав пишет, там, да, вот компания там германская, ну, туда побегут. Там что-то у них не получится, они дальше побегут и будут так вот бегать, знаете, сами там, друг от дружки, там, где-то что-то. А мы сделали сейчас вот немножко по-другому. У нас действительно тяжелая тема такая, тяжелая направленность вырисовывается, но мы так понемножку к ней идем, со мной она. Поделюсь своими мыслями, только теперь не просто словами, а немножко даже покажу. Так, поставьте, пожалуйста, плюсик, если от экран отображается. Есть, да? Спасибо большое. Смотрите, значит, такая идея, вот, постоянно мысли возникают в голове, вот, почему люди, вот, да, вот, были, ушли, или там вроде бы нормально с человеком общается, да, все нормально, ну, бизнес там подвел, да, там, и потеряли, вот, многие же переживают за свои команды. Ну, логично, логично, да, кто-то даже два человека пригласил с трудом, но он переживает, что они уйдут потом, да, в другую куда-то, там. Все хотят иметь, вот, свои команды, чтобы они шли вот за ними или с ними, да, но вопрос в том, что даже не всегда, там, человеческий фактор, там, да, вот, компания, там, что-то случилось, бац, компания закрыта. Так вот, что, какая идея первая пришла? Да, идея первая пришла, это просто создавать команду, команду. Но команда должна быть, она не просто так вот, да, в чатах, там, это все понятно. В чатах можно и выйти, уйти, и, там, забыть про них. Вопрос в другом. Создать место, в котором, в которое бы люди заходили, и, в принципе, они бы в следующий раз опять хотели туда зайти. То есть это такой некий просто сайт, да. Сайт, он, в принципе, раньше мы делали, сейчас вам буду показывать. Так, сейчас вам покажу. Так, ну, все помнят, да, или знают, кто давно не заходил, это наш командный сайт изнутри. Он так выглядит, мы его называем портал-команда. Да. Значит, идея состоит в том, что все хотят получать информацию, да, все хотят команды удержать, все хотят, чтобы им объясняли, там, или где-то можно было что-то найти, да, интересное, да, и вообще немножко там пообучаться, там, получить какие-то подарки, навыки, на много чего все хотят. Так вот, идея в том, что можно зарегистрироваться на портале, на нашем, и здесь, значит, мы уже излагаем все свои мысли, идеи, которые у нас в голову приходят, и, в принципе, это может объединить очень большое количество людей. Значит, немножко расскажу. Здесь не так много сейчас разделов, но есть некоторые очень интересные разделы, и, кстати, очень даже, по смыслу, очень даже классно получается. Значит, первый раздел – это бизнес. Не зря он назван просто бизнес. Почему? Потому что там бизнес не один. Значит, когда мы его открываем, это не реклама, я вам сейчас просто объясню, что это такое. Значит, здесь вы можете видеть уже четыре направления. Почему я вам объясню? Потому что все мы с вами, ну, как там, перехлёстываемся, да, в разных там компаниях, там, проектах, даже друг за дружкой ходим, да. И вот с моей точки зрения, допустим, я знаю, что как минимум в двух компаниях, я не буду названия сейчас ничего говорить, то есть есть много людей, которые и там в Genesis, и в другой, да, вот. Все это перек... Вопрос стоит, опять же, в другом, что все хотят получать информацию, а с информацией в последнее время очень тяжело-то стало. Её очень много, во-первых, её не совсем так развернуто можно получить. И поэтому возникла идея. Почему бы свои силы не делать по сто сайтов отдельно, там какой-то сайт, там кому-то объяснять, там чего-то. Потом придут даже люди, будучи в одной компании, звонят, спрашивают за другую. И нормально это, в принципе, никто не против, отвечаем, да, даже если даже, ну, как бы, не вместе работаем, как бы, ни в одной ветке. Но вопрос тут сейчас стоит больше к тому, чтобы это было только для нашей команды, да, то есть для наших людей. То есть это, во-первых, бы вам был плюс, когда вы говорите, а вы знаете, что это не только бизнес классный, а тут ещё много информации, много обучения, много всего, да, то есть это как рычаг такой на человека. И он говорит, о, если там классно, если там всему научат, там всё будет пока... Да, да, там всё будет. Или там уже это всё есть, заходите. Так вот вопрос стоит в том, что это один из рычагов, которым вы можете пользоваться. Когда человек зайдёт сюда, он выберет для себя, да, ну, допустим, мы говорим сейчас с вами Genesis, вот у нас есть раздел Genesis, мы его открываем. И у нас здесь есть подразделы основное, маркетинг, товары, сервисы, обучение, бонусы и раздел вопрос-ответы. То есть, как вам это объяснить, чтобы вы поняли? Вот сейчас сами себя спросите, насколько вы можете рассказать много о компании, сделать много материалов, много информации, вот сколько, насколько много вы сможете сделать. Я вот не знаю, насколько вот расписать всё подробно, со всеми там это, там видеороликами, всё. Это тяжело сделать. Поэтому это дано не каждому. Далеко не каждый это даже хочет делать, даже если у него есть такая возможность. Большая часть привыкла пользоваться готовым, правильно? Но это значит, что этот труд, он должен как-то, не то что оцениваться, он просто должен, ну, поощряться однозначно. То есть, он же не просто так делается. Поэтому цель создать такое место, где вы зайдёте, там будет куча информации, очень много. То есть, вам не надо будет спехать по чатам там, спрашивать, потом обижаться там. Вы зашли, сами походили, почитали, посмотрели. Вопрос во втором, вы можете приглашать партнёров даже, да, и говорить, вот заходи там, читай, смотри, обучайся. Там нет ни реферальных ссылок, там есть только специальные красные строчки, где написано, что если вас это интересует, идите к тому человеку, кто вас пригласил. Понимаете, да? То есть, вы берёте, он берёт ссылку, там, с этой реферальной ссылкой он уже приходит, берёт здесь материал и делает всё, что ему хочется, да? Потом он получает дополнительный доступ от вас. Вот в чём фишка? Здесь может быть несколько компаний, их может быть 10, может товары какие-то будут, ещё чего-то. Вопрос в другом, там будут бонусы, там будут инструменты определённые, мотивирующие, и чтобы к ним получить доступ, надо будет иметь пароль, то есть, оно будет запаролено. И вот, допустим, если мы берём Genesis и выбираем, к примеру, раздел бонуса, у нас тут есть вот два бонуса, и мы жмём на первый, да, бонус один. У нас запускается вот страничка, и видите, написано, введите пароль, то есть, если вы не введёте пароль, не знаете пароль, будете пробовать, у вас ничего не получится, вы не получите доступ к этой странице, то есть, вы не сможете взять эти там бонусы, да, не можете забрать. Поэтому здесь уже плюс в том, что, что получается? Ага, человек скажет, во, бонус, а что за бонус? Начнёт вас спрашивать, а что там за бонусы? Вы, ну вот там то-то, то-то, ну я хочу, а вы ему, ну регистрируйся. Всё, он регистрируется, то он прибегает, вы ему даёте пароль этот, он всё получает доступ, и получает доступ к этой информации, да. И, в принципе, таких разделов будет очень много по разной теме, и поэтому это вызовет такой, знаете, вот, ну оно должно так вызвать, то есть, люди должны быть постоянно активны, они должны с друг другом общаться, и тогда будет связь у всей сети, потому что они будут друг другу пароль этот передавать на страницу, получать эту информацию, и так пойдёт вот такая дубликация. Если вы не знаете пароль, можете всё, что угодно написать, нажать всё, что угодно, допустим, там что-нибудь написать, да, окей, видите, пароль не принят, окей, и вас возвращает на главную страницу. Ну это я вот сейчас работаю над таким вот окном, всплывающим, да, вот видите, что, как новостное такое будет, то есть клацать в любое место, оно исчезает, чтобы можно было какие-то новости там организовывать. Так, и что сейчас, вот, над чем работаю я в данном случае, значит, много работы, поверьте, вот чтобы эти все разделы, смотрите, в каждом ещё подразделе ещё подразделов сколько, понимаете, да, сколько это работы, сколько туда, то есть, сколько сможете вы все эти разделы забить информацией, очень тяжело, понимаете, да, но когда здесь будет всё, и когда вы будете говорить, что у меня есть информация о компании полностью вся, подробно, с примерами, со всем там, со всеми инструкциями, человек подумает, ну, интересно, а где это столько всего, да, понимаете, как это будет работать. То есть есть вот о компании, можно посмотреть немножко информации. Такая страница, на каждой странице практически будет такой вот блок нажать, можно будет прокомментировать здесь, то есть можно будет пообщаться, комменты там оставить, своё, как бы, мнение. Так, ну, что я хотел, значит, вот я хотел больше уделить внимание разделу документы, значит, вот так я его оформил, значит, здесь есть, я перенёс все оригинальные документы, вы можете их просмотреть прямо отсюда, зайти, то есть, вот берёте, к примеру, да, первое партнёрское соглашение, нажимаете смотреть, сейчас загрузится, что пока с экрана идёт, поэтому не очень быстро грузится, открывается такое вот поп-ап окно, называется, да, всплывающее такое, и вот здесь загружается документ, но это в оригинале будет. очень долго грузится, вот, то есть вы можете ознакомиться с оригинал документа прямо здесь, вот, кто знает английский, к примеру, да, или вообще получить оригинал, вот, вы можете даже его и скачать, здесь появляется при загрузке, вот, скачать там, то есть, ну, все вот инструменты такие, закрываем. Здесь вы можете маркетинг, вот это официальный, посмотреть, всё, они же я сделал онлайн-перевод, конечно, и перевести, конечно, досконально, это нереально, там очень большие тексты, да, но, допустим, что я могу сказать, здесь можно зайти и просмотреть ещё онлайн-перевод на русском языке, что вот я вообще хотел бы вам сказать, что вы именно, ну, вот, как бы рекомендую вам просмотреть и почитать, это раздел «Политика и процедуры», нажимаем смотреть, значит, вот здесь, в принципе, на доступном русском языке, конечно, смысл искажён немножко местами, но здесь очень много надо будет почитать, но здесь есть вещи, которые говорят вообще о нас, о партнёрах, о многом, о чём, то есть, как работать, что, как, чего, вот тут задержки, видите, по работе тут может быть, отказ, как вот стать партнёром, да, тут посол написано, перевод такой вот, преимущество, то есть, это надо немножко бы, так, выделить время и почитать, условия здесь есть, и про рекламу, и участие в компании, вот, раздел «Подоходы и политики раскрытия информации», пожалуйста, можете зайти почитать, раздел «Реклама», так что, в принципе, вот рекомендую, можете зайти прямо отсюда почитать это, можете, конечно, зайти и попереводить сами, но смысл в том, чтобы здесь была такая информация, которую, допустим, ну, вам или кому-то было бы тяжело её так сделать, да, здесь потрачено, в принципе, довольно-таки, даже на эту страницу ушло очень много времени, чтобы её хотя бы в таком виде создать просто тот же самый маркетинг-план, он, конечно, это просто перевод того, что есть, онлайн-перевод, а мы сами, конечно, будем, по частям я буду расписывать здесь, что, как, и почём, и сколько, тоже это можно будет здесь, думаю, даже следующую презентацию можно будет провести, исходя из информации, которая будет на этом сайте, так, ну, и, в принципе, вот регистрация, давайте посмотрим тоже, здесь, в принципе, не очень много информации, так, значит, здесь всё очень просто, обязательно перед регистрацией надо зайти в раздел документы, почитать, и для того, можно посмотреть видеоролик, как регистрироваться, и вот красно написано, если эта информация вас заинтересовала, возьмите реферальную ссылку для регистрации того человека, который дал вам информацию об этой компании. Ну, вопрос стоит в другом, вопрос, опять же, мы с вами говорим, что многие люди, наши партнёры, да, мы же никто, никого не хотим терять, логично, логично, поэтому цель была, во-первых, сделать, то есть добавить ещё информацию о тех компаниях, допустим, где наши, да, будем так гореть, наши, ну, мы все тут, ну, как, соединяемся, работаем и там, и здесь, это было уже выгодно, тем самым вы смогли бы смотивировать вы, каждый, кто есть там, вы можете смотивировать своего партнёра, который есть в другой компании, сказать, он скажет, ну, а что это, ну, там, да, там, ну, пошли, я хочу к тебе туда, во, классно, то есть, понимаете, и в случае даже, если это одна компания становится, у нас будет другая компания, и вы своих партнёров можете, они же здесь будут ходить, они будут, они могут подсчитать информацию компании, но не более того, понимаете, вот, то есть это такое место, которое будет перехлестываться. Есть ещё одно очень хороший момент, очень, такой, я считаю, он положительный, вопрос в том, что, что вы скажете, ну, вот, кто сюда добавляет эту информацию, да, ну, понятно, что я добавляю, но есть предложение, что вы можете тоже предложить свой бизнес сюда, и вы будете основным человеком в этом бизнесе, да, а мы уже будем идти к вам в бизнес, то есть это тоже есть такая возможность, это, кстати, очень хорошая возможность, но есть одно но, чтобы это произошло, вы должны быть как минимум лидером, ну, лидером каким, в плане вы должны вебинары проводить обязательно, чтобы, то есть это будет ваша задача рассказывать, предготавливать материалы дать информацию, чтобы сюда можно было все загрузить, видеоролики записать если вы такой человек, можно рассмотреть то, что вы предлагаете, ну опять же говорю, только не какие-то хайпы, это и матрицы, вот сразу говорю вот чтобы только без этого, может какая-то еще возможность заработка, да допустим, вот здесь есть раздел YouTube вот это одна из возможностей дополнительного заработка, в принципе без вообще построения сети, то есть в принципе я считаю, что здесь каждый из вас практически может начать зарабатывать на YouTube если это конечно у вас есть канал, да вы вопрос скажете, Владимир, ну как, да вот как, будет информация, будет потому что мы все равно делаем это все, делаем практически чем дальше, тем больше будем делать, у нас есть свои каналы кто вот слушал раньше, мы говорили, делайте каналы, делайте, делайте, надо, надо надо, надо, вот кто делал, 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 да вот, у него появляется возможность просто на этом немножко начинать зарабатывать как, об этом будет тоже информация и можно будет изучить второй вариант, я предлагаю здесь вот я вам сейчас открыто всем говорю кто здесь еще остался, я правда не вижу сколько людей я предлагаю всем активным партнерам нашей команды передать мне информацию о своих YouTube каналах у меня будут ссылки и здесь мы будем самораскручиваться то есть будет такой раздел я придумал здесь будет список всех партнеров, тематика вашего канала и ссылка на ваш канал то есть здесь можно будет зайти к вам и посмотреть, что у вас за видеоролики да, и это даст возможность себе получить кого? подписчиков, можно получить просмотры сайта, видео, да и информация пойдет, понимаете, вот так вот и, ну это один из вариантов вот так, я еще планировал может быть сделать у каждого человека вот такой вот блок всплывающий да, вот как вот, вот такой закрывающий открывающий и внутрь я еще вот даже, кстати, думал сделать вот здесь вот, то есть допустим блок подписан человек, да, сюда открывается здесь кнопка там на переход на его канал тематика, то есть она будет написать тематика, какое направление канала о чем можно посмотреть да, то есть ну, какое направление И здесь, допустим, топ каких-то там 2-3 видео, которые вы можете дать ссылки, можно поставить, чтобы их сразу тут просматривать То есть вот такое вот, это как бы раскрутка для YouTube канала Она в принципе нужна по-любому, потому что если мы будем совмещать, кто-то захочет совместить с заработком дополнительным на YouTube, даже без приглашения То есть тут можно произвести набор подписчиков и необходимый просмотр для, допустим, для вашего канала Понимаете, да, что это? Ну, я думаю, знаете многие, что это такое, для чего это нужно Раздел подарки, ну, подарки пока тут надо подумать, что сюда в подарки поставить Раздел файлы пока у нас такие есть, тут картинки можно добавить, скачать Посмотрим, может мы его под какие-то там, не знаю, ну, пока картинки То есть, может быть, кто сам будет делать, будем туда сделаем, чтобы какой-то, знаете, вот, как это называется Ну, допустим, кто-то делает красивые баннеры, да, вот, чтобы не просто какие-то картинки, как от нечего делать это ставить, а какие-то вот со смыслом, чтобы были Чья-то работа, вот, такое вот Значит, обучение раздел, значит, здесь будет бесплатное обучение Сейчас вот добавлен Skype раздел Он, конечно, будет пополняться, он будет пополняться, и я думаю, что если-то у вас будет какая-то информация Значит, вот он сделан вот так вот по блокам, значит, будут также самые комментарии, можно прокомментировать То есть, зайти там, прокомментировать, спросить что-то Значит, и здесь вот три блока есть, значит, первый это Skype, резервная копия контактов, то есть, как сделать резервную копию, вот здесь вот написано Дальше, как запустить два Skype одновременно на компьютере Значит, здесь есть вот тоже описание, можете зайти, почитать, посмотреть Skype, какие существуют команды и роли в чате, тоже вот Здесь такое вот есть информация Ну, и еще сюда будет добавляться еще сам Skype Можно будет официальную версию Skype, там, да, вот Чтобы можно было, если что, ее скачать Или ссылку просто на официальный сайт, там, на Skype.com сделать Есть еще версии старого образца, некоторые, которые, в принципе, работают И через которые, кстати, можно удалять сообщения в чатах Но, к сожалению, почему-то не во всех Я вот экспериментировал, почему-то у меня просто не все группы отображаются в том Skype Ну, такая возможность тоже есть То есть, можно, то есть, информация о Skype, да, такая Так же самое здесь будет и о платежных системах Там, к примеру, там, Perfect, TokPay, SolidRustPay, там, PAYZA, там, они будут, видеоролики, инструкции какие-то Все здесь будет собираться, вся информация То есть, если у вас, у партнера будет вопрос, там, к примеру, там, а как зарегистрировать кошелек Вы ему говорите, он туда зайдешь, там, почитаешь Понимаете? То есть, все, человек, есть направление Когда он зайдет туда, почитает о кошельке Он скажет, а что там за бонус дают, там, на каком-то, да, там, это Вы там есть? То есть, вам будет такой, знаете, там Параллельно партнер еще куда-то То есть, ну, не знаю, вот такая вот задумка Это только сейчас вот это все создается, делается В принципе, уже можно заходить И, в принципе, уже изучать Если есть предложения, конечно, вы можете их выносить И можно будет добавлять это все Ну, вот такая вот информация насчет Ну, будем так говорить, нашей командной работы Потому что, действительно, командная работа Так что, жду ваших, как говорится, эмоций хотя бы И, опять же, если есть какие-то предложения Выдвигайте их Я с радостью буду их воплощать Если надо что-то добавить, не вопрос И туда мы много чего планируем Очень много есть курсов обучать Огромнейшее количество всей информации Но ее хочется вот так сделать Чтобы вы могли спокойно сказать, что Приходите ко мне в бизнес И помимо бизнеса вы еще получите Очень много-много чего интересного Так что, представляете, да? То есть, а с вас, во-первых, очень много работы Сразу, вот понимаете, это еще облегчение какой работы Во-первых, когда вы знаете, что там есть информация Вам не надо что-то кому-то объяснять Там, доказывать Зайди, почитай То есть, партнеры сами будут туда ходить Вам будет легче У вас будет больше времени Вы подумайте, может, чем-то заняться еще, да? А когда вас начинают закидывать вопросами Вы не знаете, что ответить, где взять Забыли ссылку, еще что-то Вот, пожалуйста А параллельно мы будем с вами обучаться И многим вещам Я не говорю, что там прямо там Суперкомпания Genesis Или еще какая-то Нет, дело в том, что Все изменчиво в этой жизни, да? Поэтому Что-то меняется На месте не стоит А нам надо с вами зарабатывать деньги Будут возможности какие-то Интересные Будем добавлять Вы будете становиться лидером Нам надо лидеры Нам надо много лидеров Вы должны быть тоже все лидерами Тут нету гонки за тем, что там Либо там Владимир хочет быть лидером Или там Да, я готов уступить место Тысяче людьми Главное, чтобы у вас это все Вы взяли и побежали это все делать Когда вы будете писать Говорит, Владимир, там У нас все классно Мы там хорошо зарабатываем Только рад буду за вас Понимаете? Вот в чем вопрос То есть Человек, который Знает Много Ну, много информации Такой Хорошей информации Он всегда сможет зарабатывать Поверьте Даже сам Есть даже способы Без приглашения Вообще Без каких-то там Даже сетевых компаний Можно зарабатывать Ну, вопрос Чем сетевой бизнес лучше Я вам скажу Во-первых С точки зрения Что Это Больше возможностей Это раз Потом Не забываем про то Что это идет Обмен информацией То есть Человек сам по себе Он, понимаете Ну, трудно информацию Да, вот Собирать А когда много людей Много информации А человек умеет Эту информацию перебирать То есть Он что-то новое знает Еще что-то подскажет Вот Благодаря моим знакомствам Которые я в интернете приобрел Допустим Есть У меня знакомые Которые Делятся платной информацией Бесплатно Понимаете Вот Но это не так просто Таких людей Очень мало То есть Это чисто Человеческое отношение Да, очень хорошие Такие вот отношения Даже не вместе В бизнесе Разные вообще Бизнесы Разные направления Просто там Раз в месяц Раз в три месяца Созваниваемся Общаемся Обмениваемся Информацией Делимся Информацией Да, вот Наталья говорит Что нам нужны Спикеры И нам Все Будет На сто Спикеров Представляете Сколько Какое-то Движение Будет Если вы хотите Попробовать Свою 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 Движение Свою Свою Свою